Продолжаем выпуск. Один из древнейших материалов кочевников, войлок, сегодня переживает второе рождение. Из овечьей шерсти сейчас изготавливают не только традиционные шапаны, но даже украшения и сувениры. Самый экологичный, чистый и красивый материал. Так характеризует войлок этнодизайнер Мадина Куанда. Вместе с ученицами она намерена возродить войлочное искусство в современном прочтении. Валяние войлока – одна из старейших казахских традиций. Причем отнести это искусство можно как материальной, так и духовной культуре, считает дизайнер. Самый древний текстиль войлок спасал кочевников от холода, палящего солнца и дождей. А его изготовление было целым коллективным ритуалом. Раньше наши бабушки, когда валяли из войлока, это же тоже такое комьюнити. Они создавали сначала в один дом текемет, все это горячей водой поливалось, дети бегали. Также вот, допустим, одна женщина, она готовила этим же женщинам, которые создают текеметы, она готовила им горячее, там баурсаки жарила и так далее. И тогда вот все селение вот собиралось. Они вот сначала в один дом, в следующий раз, например, в другой дом. И вот так вот полностью оснащали все дома именно вот текеметом, вот шардак, сармак. Мадина собрала целую команду учениц. Девушки учатся обработке и декорированию, нарядной стежке и вышивке, составлению орнаментов. Это еще дипломная моя работа. Здесь орнамент в красном цвете. Я представила, что такой узор мог украшать одежду Тамерис. Эта работа уже выполнена в технологии ткачества. Идет натяжение нити, в конце каждой строки затягивают узлы. Так набивается рисунок, получается красиво. Для сухого фальцевания нужны только войлок, игла и поролон. Такой способ используют при изготовлении гобеленов, головных уборов или сувениров. Технику мокрого валяния, когда шерсть обрабатывают горячим мыльным раствором, применяют для ковров и чапанов. Войлок – это настолько красиво, это настолько экологично. Весь мир обратил внимание на нашу одежду, на одежду кочевников, потому что это из экологического чистого сырья изготовлено, во-первых. Во-вторых, очень приятные цвета, и мы же все равно люди тактильные, и поэтому это очень приятно на ощупь. Войлочные изделия вполне могут стать национальным брендом, уверена дизайнер. В этно-аулах можно проводить мастер-классы, где туристы смогут собирать сделанную своими руками вещь, как сувенир, чтобы тепло войлока напоминало о нашей стране.